В общем, вот эта тема, что кроме того, что, да, кибербезопасность в том числе, это забота тех, чьи права могут быть нарушены, да, кто может быть жертвами этих киберпреступлений. Эта тема неоднократно сегодня поднималась. Есть мнение, да, что нас уже не спасти, как более старшее поколение, но нужно хотя бы научить детей, что делать в этом новом цифровом мире для того, чтобы не стать жертвами киберпреступлений. И вообще тех угроз, о которых нам постоянно говорят в интернете, столько много угроз. Да, Александр говорил, что у нас есть инициатива, которая занимается интернет-безопасностью детей. Мы тоже стараемся держать их в поле зрения. И вот сегодня пригласили Валентину Чекан, чтобы она рассказала про интернет-безопасность детей. Валентина, как вас лучше представить? Это, в общем, по Академии IT-Принцесс и STEM. Да, частная школа STEAM. Давайте я начну, чтобы у нас так время-то уже подходит. Я сегодня буду говорить, как педагог, и хочется добавить хэштег гуманитарий, поднимите, пожалуйста, руку те, кто родитель, кто беспокоен тем, что младшее поколение что-то делает не то, не так, не туда, не так много. Но, тем не менее, я могу попросить включить презентацию, и мы начнем. Я хочу сказать о том, что очень много и часто слышу, общаясь с родителями, жалобы на детей. И сразу предварю свое выступление одним единственным постулатом, с которым мы согласимся и на этом дискуссии не будем дискутировать. Дети не просились в этот мир, они дышат тем воздухом, который мы им оставляем, ходят по тем дорогам, которые мы для них ремонтируем, учатся в тех школах, которые мы создаем. Поэтому все жалобы на младшие поколения, что они что-то делают не так, мы сейчас сразу из головы выметаем и будем говорить про нашу взрослую ответственность, родительскую ответственность и так далее. И про родительскую ответственность я всегда начинаю говорить с мифов и легенд, которые есть в голове у нас, у взрослых. Одни из которых, что вот, да, мы его озвучили, с этим мифом мы сразу разобрались. И я не только родитель, не только педагог, я еще и работодатель. Поэтому я знаю и не только там статистику, сколько дети сидят в интернете, там 95% детей уже являются пользователями сети. Последний доклад вот вчера кто-то в фейсбуке, Саша, наверное, тоже выкладывал. Да, 95% детей пользователей сети. Я могу сказать, там 44% детей от 8 до 16 лет все время находятся онлайн. Это означает, что там, если вы родитель, он, ваш ребенок к завтраку приходит со смартфоном, ложится спать, вы из-под него там, не знаю, наушники вытягиваете, гаджет на зарядку ставите. Ну, в общем, все вот это родительство. Как работодатель мы с вами знаем, что даже самый хороший сотрудник, офисный сотрудник из 8 оплаченных часов, это официальная статистика, отдают работодателю сколько? 5, ладно, хороший сотрудник. Да, все остальное время это серфинг в интернете, от фермы, сажаем ферму до выбираем тур на лето, все это. Поэтому, когда мы говорим о детях, я говорю, уважаемые взрослые, какая ролевая модель, какую ролевую модель вашим детям предлагаете вы? Что видят дети? Умеете ли вы доехать из точки А в точку Б в общественном транспорте, не утыкаясь в смартфон? Умеете ли вы вечером релакснуть по-другому, кроме как совместного времяпрепровождения в один экран со своими детьми? Ну, вот как бы про это надо бы хорошо размышлять. Второй миф, о котором очень часто я слышу из родительских уст, взрослых уст, учительских очень часто, вот там Миноборг, Никноча, будь помянутый, здесь уже упомянут. Вот, ну, в общем, о том, что есть какой-то виртуальный мир и есть реальный мир. В быту это звучит так, если бы они бегали по улицам, были бы святые дети. А так, да, все их портит, виртуальный мир их портит. Мы все с вами выросли до динозавров, мы все помним время, ну, кто-то из вас точно помнит время без смартфонов. Сказать, что это точно было маркером того, что мы выросли святыми, но такое, да, вот, я бы тут подождала бы с такими выводами. Что делает этот миф с родительским убеждением? Что он делает? Что он делает не так с нашей родительской головой? Что это позволяет нам сделать? Переложить ответственность на кого-то, да, это наша такая взрослая инфантильность о том, что я не сильно, там, много понимаю в техническом устройстве мира, я не очень сильно понимаю, как вообще там, что происходит с виртуальным миром, поэтому он виноват, я нет, да. Очень многие родители говорят, я не буду разбираться, ну, там, брезгливость такая разбираться в технических, там, не знаю, настройках телефона своего ребенка, что это не для меня, я вообще к этому, я диджитал аскет, я не буду в этом разбираться. Да. И третий миф, я сейчас делаю срез, понятно, там, как бы, по всему родительству, у меня очень большой опыт, о том, что вот англоязычный контент, это все плохо, вот эта вот западная безнравственность, да, это вот она вся портит нашим детям, а мы тут, мы тут, вот у нас там светится сзади, у нас все хорошо, это неправда тоже. И если мы говорим про, я всегда это говорю, и сегодня об этом скажу, о том, что, да, конечно, мы правы, и там, взрослые правы, о том, что две трети интернета опасный контент для детей. Это то, чтобы любой из нас, взрослый, не понес бы в трезвом уме, там, здравой памяти, не понес бы в свой дом, ну, вот, нарочно бы ребенку бы своему не показывал бы никогда. Если мы говорим о доле опасного контента по сегментам, по странам, то мы видим, что русскоязычного контента опасного, плохого, там, да, его, как бы, в разы больше генерится. Уж с чем это связано, я никогда не могу предположить, то ли там, с тем, что смартфон есть в каждом кармане, образование не в каждой голове, там, совесть есть не у всех, а, там, гаджет у всех, не знаю, с чем. Ну, поэтому не будем никуда пенять, ни на какие иные миры, виртуальные ли, там, нерусскоязычные ли. Давайте посмотрим, что мы можем с этим сделать. Вот это вот деление на два мира в родительской голове, оно играет такую странную двуликую роль. С одной стороны, виртуальный мир плох, мы его все, там, бубним на него, а с другой стороны, вот это вот, чего нельзя с ребенком, что не произойдет с ребенком в виртуальном мире точно. Да, он точно не сломает ногу-руку. И это играет с нами родителями злую шутку, потому что мы как там мам-папа, мы сидим, ребенок в соседней комнате, живой, целый, обозримый, венничком обмели, тарелочку поменяли, да, все с ним хорошо. И очень часто мы слышим от родителей, что зато он как бы не на улице, вот, и найдем противоречие, да. Зато он целый, вот тут, обозримый, все с ним хорошо. Нет никаких двух миров. Дети живут в одном и том же мире, и с ними происходит все то же самое, что может произойти везде, с нами, с ними, в любом пространстве. И об этом надо понимать, что так же, как мы учим переходить дорогу, так же, как мы учим, ну, там, плохо, худо-бедно, там, финансовой грамотности, еще каким-то навыкам, скиллам и знаниям, точно так же нужно учить то, о чем вот говорил Александр, цифровой гигиене, цифровой грамотности, и начать это, конечно, не с детей, надо начать об этом говорить с себя. Что дети-то там делают? Дети закрывают свои потребности, ничего больше. Как всегда, дети играют, разговаривают, дружат, не дружат, проживают какой-то опыт. Хорошие дети учатся чуть больше, обычные дети учатся, как обычно. Поэтому думать о том, что они делают там что-то не так, нет, это всего лишь еще один канал жизни. Делать покупки, общаться с друзьями. И если у них нету правил, каких-то правил, так же, как они знают, что если ты идешь в магазин, то деньги надо положить так, чтобы не потерять их по дороге, то это правило работает везде, и в электронной коммерции детей, и обычный вы его посылаете в магазин. Что нас действительно должно беспокоить? О том, сколько информации люди и дети в том числе говорят про себя. Да, сколько они транслируют. Но у меня здесь есть некоторые, да, это вот статистика по детям, сколько там процентов, чего из них говорит. Обратите внимание, про заработок родителей они тоже очень любят говорить, хвастаться этим, говорить, куда ехали, что купили. Это у них тоже. Но обратите, пожалуйста, внимание на тот факт, что, те, кто родители, как часто вы рассказываете о своих детях на своих страничках в социальных сетях? По каждому удобному поводу. Раз там хэштег «Я хорошая мать», значит фотография, картиночка, тегирование, моя Маша, четвертая музыкальная школа, выиграли, подыграли, и так далее, и так далее. И вот на самом деле проведите эксперимент. Найти вашего ребенка в сети будет сложнее немножко, чем по вашей страничке в соцсети узнать, куда ходит ваш ребенок, чем он занимается, как его зовут, что ему можно сказать такого, чтобы увезти его, например, с детской площадки. Или там встретить его из школы, которую вы сами написали в соцсети, в которую он ходит. И вот с этого тоже надо начинать. О том, что родители должны прекратить столько информации, отдавать про своих детей. Я напомню, что в некоторых странах запрещено соединять фотографию ребенка, его фамилию и место проживания. То есть даже в школьных журналах или в соцсетях родительских нужно не показывать лицо ребенка и не тегировать его каким-то образом. Что еще очень важно? Очень важно понимать, что вот этот канал информации, о котором сегодня целый день мы тут говорим, он меняет мышление ребенка, меняет его психологию. И если мы говорим, например, про подростков, а подростки-то у нас со скольки лет? Да ладно, ну что вы, это вы были в 13, а они сейчас в 9. А заканчиваются? Нет, 25. Всемирная организация здравоохранения продлила подростковый возраст до 25 лет. Те, у кого там, у меня дочери 20, поэтому еще 5 лет у меня в доме подросток, если вашим 9, я вас поздравляю, у вас много лет наслаждения впереди подростковым возрастом. Если раньше наши дети очень, ну, как бы в составе, про подростков поговорим, про малышей чуть позже, ну, потому что это самые активные пользователи, и там уже родительские вот эти запреты, настройки, они, ну, такое, не работают. Если раньше дети опирались на мнение, подростки опирались на мнение сверстников, друзей, да, и можно было через правильное окружение, чего-то там с ними коррекцию какую-то проводить поведенческую, сейчас это не работает. Кто на первом месте в референтной группе у подростков? Ну, на слайде написано, ладно вам, ну. Родители, да, родители, те, кто из вас родители, можете сказать, мы клевые, но нет. Это не потому, что мы клевые, правильные, там, хорошие, нет. Потому что мы, наверное, стали более демократичными, а еще мы делаем очень много для энергосохранения наших детей. На что уходит самая большая энергия мозга? На выбор, на принятие решений. Мы, родители, заботимся все, чтобы эта энергия у наших детей вообще не тратилась. Вообще никогда. Мы делаем за них выбор, мы принимаем за них решения, мы определяем, что они там будут делать. Отсюда инфантильность, отсюда Всемирная организация здравоохранения говорит «Привет, если вам 25, вы подросток». Да, родители на первом месте. Это означает, что наши дети не принимают решения, не берут на себя ответственность за поступки, не могут. Все любят программирование, но никто не учит детей искать план А своего поступку, план Б своему поступку. Взломал страничку ВКонтакте парень, никто его не научил чертить обыкновенный блок схемы, если то, иначе все. Вот с этого, наверное, начинается воспитание цифровой грамотности, с того, что мы не просто введем их в кружок робототехники или программирования, мы учим их выстраивать, думать надо в общем. И дети сверяют все свои поступки с родителями так удобно. И если они сталкиваются с ситуацией, когда родитель, занятый родитель, не знаю, родитель, который думает, что ребенок не сильно нуждается в информации от него, если родитель не дает никакого решения, никакой информации, никакой, никакого сверки маршрута, куда уходит ребенок, он уходит в интернет. И у него появляется вот второй участник референтной группы. Если ваш ребенок не знает, как поступить в той или иной ситуации, родитель ему об этом не сказал, он обязательно это загуглит. Что сделать, куда пойти, чем заняться, обязательно. Если он хочет сверить, так ли это весело, как там написано, он найдет себе еще кого-то, ступенька номер три, по ком он эту информацию попытается соотнести. Я всегда говорю, если у вас с вашим ребенком потеряна связь, то в интернете его обязательно кто-нибудь долюбит. Обязательно, но уже по-своему. И только на четвертом месте друзья, одноклассники и все остальные. Потому что дети наши собираются в одних и тех же точках странным географической логистикой. И у них нет опыта проживания долгосрочных взаимоотношений. Мы легко меняем школы, быстро меняем кружки, меняется расписание семьи, мы бросаем одних, начинаем ходить в какие-то другие места. И у детей нет опыта дружбы. То есть они говорят, с кем ты дружишь? Я дружу с теми, кто лайкает меня в Инстаграме. Это мои друзья. Их пять тысяч человек. Я блогер, они все со мной дружат. А потом у нас на тысячу браков 600 разводов. Потому что, конечно, нет опыта проживания долгосрочных взаимоотношений, нет опыта проживания. Я дружу, узнаю человека. Опыт ссоры и примирения, опыт узнавания, изменения, взросления совместно. Если этого нет, как мы будем жить в семье? Если мы не проходим через этап подростковой дружбы, не умеем строить этих отношений, то семья же это не про совместное хозяйство. Это про поддержание отношений. И еще один родительский чудесный инструмент. Очень его люблю. Кто родитель, кто так делает? Да, ну все так делают. Не обманывайте. Все так делают. Когда ребенку говорят, ты хороший, ты был хорошим всю неделю, ты чудесен, вот тебе Wi-Fi, вали. К чему привлекает ребенок? Что он слышит в этот момент? Как это перевести на детский язык? Если я хороший, нахрен я кому-то нужен? Если я буду выполнять все правила, то это вопрос купли-продажи. Я выполняю условия сделки, они выполняют условия сделки. Это не про любовь, не про отношения, не про семью, это про сделку. Выполни, пожалуйста, мои условия по контракту, и я выполню свои. Я буду тебя кормить, возить, включать себе Wi-Fi. Я буду твоим менеджером, логистом и продюсером. Слово родитель в этот перечень не включается. Перестаньте так делать. Перестаньте. Это очень удобно для родителей, это очень снимает много, думать не надо, не надо никакого педагогического арсенала, можно только врубать и вырубать Wi-Fi. То есть это эксперименты с родни собакам Павлова, но это точно не про родительство. И я 20 с лишним лет играла на фортепиано. Я не помню, что мне моя мама сказала, ты прекрасно провела неделю, у тебя все хорошо в дневнике, 6 часов на фортепиано, твои. Пожалуйста. Те, кто из вас занимался гимнастикой, вам не говорили родители, все, 5 пятерок в дневнике, 4 часа на шпагате, вечером, прям как парень огонь. Никого из вас сегодня дома, вы придете, скажете, я прекрасно провел время на конференции, ваша там вторая половина вам скажет, или там родители ваши скажут, ты был хорошим, да, я был хорошим. Вот у тебя стиральная машина, иди, можешь нажать кнопку и покрутить ее 3 часа. Никогда не мотивируйте инструментом. Это так не должно быть. Интернет, гаджет, планшет, что угодно, это всего лишь инструмент, как рояль, как шпагат, как стиральная машина. Мотивировать инструментом можно только тогда, когда ребенок говорит, я не могу жить без гитары, и вы ему говорите, докажи, докажи, что она тебе нужна. И он говорит, я пойду возьму у друга, научу 4 аккорда, задолбаю всю семью, и в конце концов, через 3 месяца отец скажет, ну господи, да купите ему гитару уже наконец. Вот только так. И когда у меня родители спрашивают, какой планшет ребенку подарить на день рождения в 7 лет, у меня только 2 вопроса, как у педагога. Зачем? И почему вы рожали? Правила. Очень простые. Я злюсь, потому что тема меня злит. Очень простые. 3 первых слова нужно объяснить детям до покупки гаджетов. Если вы уже купили его или собираетесь, уже купили, у нас покупают. Я захожу в детскую поликлинику, и там каждый немауля, младенец, ведет себя архи хорошо, у нас такого не было. То есть они ведут себя хорошо, потому что у них есть планшеты и телефоны, и это прекрасно, наверное, для поликлиники. Конфиденциальность, этика и иллюзорность. Это те вещи, которые нужно объяснить детям до покупки гаджетов. Есть информация, про которую про себя говорить нельзя. Какая это информация? Да, то, что называется личные данные, то, что вы считаете личными данными, то, что неприемлемо. Более того, вы взрослый, есть какие-то данные про вашего ребенка, которые являются его личными данными. Фотографии ваших детей, подростков, являются их личными данными. Публиковать их без разрешения детей нельзя, это нехорошо. Я не говорю про меньших детей, тех фотографий вообще нельзя публиковать. Про этику, про то, что наши дети бывают в одном же и том же чатике агрессорами и жертвами. Вот с каждым новым предложением они эту роль могут менять. И об этом нужно говорить. Этика поведения. Если тебе может прилететь за это слово в школе, в коридоре, значит, его точно так же за него может прилететь после беседы в чате. Поэтому просто думай о том, что ты пишешь, думай о том, как ты разговариваешь с людьми, думай о том, что ты причиняешь другим людям, какие поступки ты совершаешь, что ты несешь. Иллюзорность интернета это очень важная штука. Всплеск детских суицидов, подростковых депрессий связан не с чем иным, а как с диджитальным вот этим времяпрепровождением. Это очень важно понимать, что такое иллюзорность. Вы листаете свою ленту в Инстаграме вечером и смотрите. Так, Ивановы уехали в Таиланд. Хорошо. Петровы уехали, там, не знаю, купили новую машину. Сидоровы завели собаку. Ощущение? Ну, там, на 10-м посте. А я кто? Это хороший вопрос. Да. Какое у меня дно сегодня. Да. Но у вас, у взрослых, у нас, у взрослых, есть волшебное слово «зато». Вы положили телефон, отвернули, сказали «зато я поел». И это хорошо. Да, «зато я с ним вовремя лег спать», «зато я получил зарплату». У вас есть это. Ситуативная депрессия возникает, но вы, как взрослый, с ней можете справиться волшебным словом «зато». У детей нет волшебного слова «зато». У них вообще нет образов будущего. Они вообще не понимают ни границ жизни, ни то, что такое планы. Нет у них. Пока лобные доли до 25 не сформируются, ничего этого нет, без толку даже спрашивать. И поэтому, когда они листают свою инстаграм-ленту, и если Машку Иванову увезли в Таиланд посреди третьей четверти, Петрову посадили на переднее сидение в новой машине, а Сидорову купили собаку, то все, что они говорят потом, мои родители так себе. И никакого волшебного слова «зато» у них нет. Ситуативная депрессия, всплеск подростковых суицидов, это все про это, про иллюзорность. Объясняйте им иллюзорность происходящего в интернете, что то, что они видят, не равно то, что есть на самом деле. И когда это происходит, нужно сказать, «А давай мы тебя научим так фотографировать, чтобы твой Инстаграм, если он уже у тебя есть, превратился, не знаю, в концептуальный Инстаграм-дизайнер, и даже там трещина на асфальте была бы клевой фотографией, собирала бы те лайки, которые мы тебе в детстве не додали». Адаптивность, контроль и фильтрация и блокирование информации — это слова для взрослых. Видны ли цифры? Да, ну это так для справки. Когда мне приходит мама и приводит ребенка и говорит, «Она у меня видеоблогер, ей девять, у меня много вопросов, не к ребенку». Когда мне говорят о том, что мы с 11 зарегистрировали ее в ВКонтакте, у меня тоже есть вопросы. Я ничего на это, как бы я ничего уже не могу с этим сделать, но вопрос, зачем, он остается. YouTube. Все жалуются на YouTube, дети сидят, миллиард роликов, все такое с 18 лет. Ну так, на минуточку. А был бы тут Саша, он бы сказал, что ответственность родителей по закону за то, что ваш ребенок делает что-то не так в сети, ответственность на родителя. И вот по закону об информационной безопасности детей, который у нас принят в 2016-2017 году, вы несете ответственность за то, что он потребляет контент, который маркирован не той цифрой. 6+, 3+, 12+, и так далее, и так далее. Что делать? Я очень коротко. Да. Даже в хороших минских гимназиях, где я бываю каждую божью неделю, на родительских собраниях, если я спрашиваю, ну, ну, знаете, причитания, что дети делают что-то не то в сети, я спрашиваю, а кто из вас, дорогие родители, заказал у провайдера услугу, которая называется безопасный интернет, и стоит она 0,001 тысячную и копейки в что-то. И родители говорят, в смысле? И что, если мы закажем, что будет? Я говорю, две трети опасного контента будет обрываться на пороге вашей квартире. И одна мама мне задала вопрос, от которого я до сих пор не могу, второй год не могу отойти. Она говорит, и мы с отцом тоже без всего этого останемся. О, усознанное родительство. Закажите услугу, поставьте все правильные вещи, не брезгуйте разбираться в технических штуках. Хэштег «Я же гуманитарий» это не проклятие. Это как бы это можно побороть в себе, если вы родитель. У всех устройств есть понятие родительский доступ, семейный аккаунт, чертовые настройки, где можно заблокировать, что до семи вечера не открываются у вас танчики, а в субботу оно вообще не работает, а что-то еще не включается. Это все можно, и не надо рассказывать, что дети наши суперграмотные все это обходят. Если ваш один вундеркинд обойдет, отдайте его в правильную IT-школу, а потом сводите на лекцию к Александру или еще кому-нибудь и, в общем, отрегулируйте этот вопрос. Оставляю я ли презентацию, мы где-то будем выкладывать? Да. Супер. Два QR-кода про настройки, про что поставить, чего не поставить. Вот прям открываются по ним статьи, в которых заинтересованные родители. Да, тут в зале сидят люди, которые без детей, айтишники, технари. Я всегда своим всем родителям, которые ко мне приводят учиться, я говорю, слушайте, в каждой семье уже есть по айтишнику, уже в каждой семье, позаботьтесь о своих племянниках, крестниках и так далее, придите и скажите, ну-ка, сдай мне все свои гаджеты, я о тебе позабочусь. Вот, и сделайте это прям нарочно. приложение. Поскольку будет выложено, я просто так сейчас вот в таком порядке, будет табличка, в котором есть оболочки, есть, что они позволяют сделать, и вы можете пальчиком поводить и под свой возраст, и под своих детей, под свои какие-то там, под свою демократию или под свою авторитарность посмотреть, чего бы вам подошло, а чего бы вам не подошло. Программы трекеры. Это чудесная штука. Опять-таки всем, у кого есть дети или кто знаком с семьями, с детьми, поставьте эти штуки. Я давеча была в санатории, сидят родители в одной беседке, шашлыки жарят, 12-летние подростки галекают по территории санатория, и родители все-таки побежали к реке, все понятно. Да, это очень удобно. Программы оболочки. Мы сегодня говорили про то, что дети обходят, выходят, а там, не знаю, я ставлю пароль, они взламывают пароль. Это на самом деле я знаю способы взламывания детской пароли. Пап, ну пожалуйста, называется. Открываются любые пароли, когда ребенок сильно надоел, ставятся отмены, когда надо, чтобы он доехал из точки А, от точки Б и не разнес заднее сиденье. Дети прекрасно умеют. Это вопрос вашего, так сказать, умения с ними работать. Но программы оболочки позволяют, ну это как бы есть вот Android, а есть Android Kids. И он просто, ты за эту оболочку просто не выходишь. И очень рекомендую. Ребята из правоохранительных органов отряд Ангел всегда нам рекомендует говорить взрослым о том, что есть программы, по которым можно найти вашего ребенка, где он последний раз был, где он там отметился и так далее, и так далее. Дети теряются, уходят, меняют маршруты, что-то с ними происходит. Поставьте, всем будет спокойнее. И да, у нас было времени не так много, но все-таки есть тема, которые остались за кадром. Это обратите внимание на то, что есть приложения, которые очень удачно маскируются под соцсети, и то, что там происходит, хорошо бы понимать, что происходит там с ребенком. Вы можете там сказать, я не заведу тебя ВКонтакте, тебя не будет в Инстаграме, он говорит, окей, мне не надо, я в пятом классе все сидят на ТикТоке. Мне не надо, папа, не надо, мама, меня пугать этим, я сам себе все сделаю. Самая большая проблема сейчас в школах это кибербуллинг, это травля в соцсетях, и если вы заинтересованы, родители, погуглите, что это такое, как с этим быть, и рекомендация, перестаньте создавать кибербуллинг в собственных родительских чатах. и то, о чем мы говорим меньше, но то, что надо четко понимать, что такое секстинг и кибергруминг, преступление против половой неприкосновенности наших детей, как это получается, что с этим делать, что нужно думать, о чем подумать родителю. у меня все. Спасибо. Валентина, спасибо большое за подробный рассказ. Жаль, что у нас нет больше времени для того, чтобы этот разговор продолжить, хотя сейчас как раз кофе-пауза, во время которой можно будет задать все вопросы, которые вас интересуют. Да, мы сейчас уходим на перерыв и возвращаемся в 16.30 достаточно скоро для того, чтобы продолжить нашу секцию. У меня единственный вопрос, который оставался, вот эти инструменты слежки за детьми, они необходимы, это очевидно, но вопрос, нужно ли сообщать детям, с какого возраста, до какого возраста их можно использовать? Очень хороший вопрос. Я бы точно не сообщала бы ребенку об этом, ну то есть это как мастхэв, просто до подросткового возраста, я так рекомендую, то есть пока у вас малыш и там до подросткового возраста, началка, нет смысла никакого спрашивать, вы родитель, вы за него несете ответственность, все, как бы это просто, ну как шапку одел и одел, все. С подростками надо говорить, договариваться и объяснять, почему так происходит. Точно так же, как с логинами и паролями соцсетей, надо, это переговорный процесс, мы все ходим на тренинги, личностный рост, все такое, переговоры с подростком, это прекрасный скилл, оттачивается, поэтому, да, договариваться, да, говорить, говорить, что это забота о тебе, обмениваться логинами и паролями от соцсетей для того, чтобы и ребенок понимал, что если с вами что-то случится, то у него тоже есть возможность, да, и еще раз про трекеры сказали, дети пользуются вайбером, обратите внимание, где у них стоит, в каких чатах геометка о местонахождении, полистайте их диалоги, попросите их посмотреть о том, что, чтобы геометка о том, где вы сейчас, знаете, да, вот вайбере есть это вот, это вот, да, чтобы она осталась только с теми, кто имеет право знать, где ты находишься, родители, бабушки, дедушки, личный Бэтмен, в общем, кто-то, кто может, со всеми остальными ее надо убирать и просто ребенку один раз показать, ты знаешь, это как, вот, не знаю, ноги вытереть после улицы, зубы почистить, вот, завелся новый диалог, появился новый друг, проверь, посмотри, да, вот. Спасибо, Валентина. Не будем забывать, что у детей тоже есть приватность, это тоже, да, такой разговор с ними, в том числе, чтобы они понимали, зачем это делается. Ну, на перерыв, до встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...